Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей И, наконец-то, я добрался до Фореста 0.18, который уже 0.18c Обновление очень большое, и, по ходу дела, они его обновили, и еще, короче, два раза баги какие-то исправляли Давайте посмотрим Я сразу начну с заставки, чтобы... Пока не читал вообще даже обновление, может, тут что-то новенького добавили в самом самолете Они частенько балуются такими вещами подобными Сейчас мы посмотрим Я помолчу во время крушения, потому что это все очень громко, и вы прекрасно знаете, что это беда Ну, как говорится, крушение, еще надо добраться Раньше он почему-то... Нет, это не мой жесткий, раньше он почему-то быстрее, гораздо загрузился Ну, и что тут? Пацан сидит, хавчик добавлен был давно Вот здесь сидел какой-то муж, а вон его ляжки, по-моему Нет, там нет мужика, там сидел мужик Мужик вон, за окном туман Вроде как все, как раньше, по стандарту, ничего, в принципе, не давали роботу Он давно был добавлен Не, ну, собственно Как бы ничего новенького Звук они отломили О, аборигена вернули, да ладно По-моему, в прошлый раз, когда начиналось предыдущее обновление, которое было 0.17 Этот абориген почему-то был выпилен, но он не подходил и не забирал нашего мальчугана Не знаю, почему в этот раз они решили все-таки его добавить А может, просто власти что-то скипнул, хотя, по-моему, так же заставку смотрели до конца По крайней мере, я Насчет вас не уверен, была она вообще или нет Вот так вот Собственно, ручонки опять по стандарту Вроде как ничего особо-то не меняется Но это только на первый взгляд, потому что на все это надо будет тщательнее смотреть Опа, ты откуда взялся тут? О, они суральник добавили, ни хера себе Вот это обороты твои Дыру заделали Нормально так, капитальный ремонт в самолете Провели только так, ты смотри-ка Замечательно Так, ну давайте быстренько что-нибудь налутаем сейчас, чтобы по дороге не загнуться от еды да от воды Таблеточки всякие Чего ты взял-то сейчас? Камень, ну конечно Итак, особенности и изменения в The Forest 0.18 Добавлен новый остров Прямо сразу, прям с места в карьер они взяли и добавили новый остров Который хер пойми пока где находится Это надо будет все исследовать Надо будет попрочнее и повнимательнее здесь лазить, чтобы его найти Новый остров был где-то там Или где-то вон там, по-моему, если я ничего не путаю Мы так сейчас вернемся Здесь будет пляж такой с болотом Вон там, короче, был уже остров А, вот этот, наверное Вот как раз-таки вот этот Потому что на тот остров можно было перейти Или вот на этот А вот на тот уже карта кончалась И говорила, что камень ксун, так сказать Попозже возвращайтесь, мы вам дадим там погулять Чего-то типа того Да, скорее всего это именно так Дальше, новые горы на заднем плане Я так понимаю, это вон та вон херобора Которая впереди огромная Потому что эти горы я здесь не помню Значит они были до... О, носовая часть самолета Ты смотри-ка Ну-ка, спокойно не падаем Полигончик спускаемся Окей, давай-давай Красавчик Это в натуре носовая часть самолета валяется Смотри-ка Огонь Так, добавлена возможность разрушения некоторых камней С помощью бомб Мы как всегда, если кто-то только вообще пришел в первый выпуск этого Фореста И до этого эти 150 тысяч прошлых выпусков не смотрел Я скажу план Мы сначала читаем полностью обновления в серии А потом уделяем там 2-3-4 серии На более подробные исследования всех нововведений Такие дела А дальше Дизайн мира Добавлены хижины аборигенов на берегу Пока я их не вижу Пока я на берегу вижу Разве что вот эту вот На самом деле носовую часть Реально она Вы помните, как в первых выпусках На протяжении очень многого количества серий Все подряд писали Что все находили, короче, кабину Она была 700 тысяч человек ее находил На самом деле они все врали Потому что кабины этой не было А вот теперь она, собственно, есть Ну, привет И ведь на туре, смотри, опа В натуре это люди Люди живые, которые два пилота Один хотел, видать, выпрыгнуть через лобоуху Но что-то ему помешало А потому что надо пристегиваться, чувак Понимаешь, когда ты даже едешь на машине Надо пристегиваться Иначе так в лобоухе и останешься Почему я застрял? Что такое? А-а Осторожно, высокий порог Надо было его здесь писать при входе-то А то ведь застрял и не понимаю, что это за херня Хорошо Изменены текстуры веревки Не видел пока веревку Ну, посмотрим Добавлены сюжетные предметы лута Да ну на Форости запилили сюжет Ты прикинь, Тортила Ты вообще в курсах, да? У нас тут этот Сюжет появился Да, говорит, знаю, знаю А что ты раньше-то молчала? Хватит есть камни Реально, иди погуляй Она реально в курсе Я почему-то нет Переработан вид самолета Переработан внешний вид после крушения Ну, это мы, собственно, только что уже увидели Только что удивились тому, что открыли толчок Наконец-таки Возможно, и самолет-то упал из-за того, что Кто-то сильно очень бузнул Потому что не мог терпеть Ну, самолет-то, туалет-то закрыт Как бы Эти газы-то, они же копятся Потом он как жахнет И все И самолет весь пошел в нападение Это плохо Остров, кстати, реально изменен Как-то вообще прям Не все это очень незнакомо Мне непонятно Ну, ты смотри-ка Делай, делай Что-то делай Что-то работа Молодцы Новое освещение в самолете Мрачнее Ближе к тому, что мы видели В трейлере номер 3 Не соглашусь вообще ни капли Потому что и освещение было таким же Как всегда Освещение было точно таким же Ну, пойдемте тогда сходим На следующий остров Я не знаю, что мы по этому острову Сто раз бродили Пойдем посмотрим на новую Пока читаем обновление Будем смотреть на него Кабаны теперь обитают Только в верхней части карты Черепахи только в океане И на пляже Не знаю, как это было связано С океаном или пляжем Вот то место, где мы только что Видели черепаху Возможно, вот это океан Но мне почему-то кажется Это небольшое озерцо Потому что океан-то вон там Да и пляжем это никак не назовешь Потому что песочка там не было Для меня пляж это, в принципе Вода Блёхо-мухо-хо Издалека, Паянарёв Петрович Для меня пляж это вода и песочек На котором можно, так сказать Тело свое расположить И переворачиваясь Загорать Вход в пещеру Или это такие классные тени Нет, это вход в пещеру Ну да ладно Так, подождите-ка Я что-то не понял А что-то много фпс У меня что-то убавлено Ультра, хер ультра Вэри хай, хай ультра Они что, фпс поменяли? Смотри-ка Не, ну конечно Он вот 60 ппс показывает Но он постоянно проскакивает До 50-40 А тут недавно шел Вообще было 80 Странно Ладно О! Где тут пляж? Ты что тут делаешь, слышь? Иди нахер в океан Или на пляж Не надо разработчикам карму портить Слышишь? Тортила, иди отсюда Сделай вид, что я тебя не видел Сделаешь вид, что ты меня тоже не видел Ты должна обитать вон там Все, поехать дальше Добавлена поддержка геймпада Замечательно Поддержка геймпада Не, ну кому-то Это будет очень-очень к месту А так как я не привык до сих пор играть на геймпаде Да и уже и бросил все надежды И все старания как-то привык на нем играть Мне это абсолютно по херам уже стало Ты ничего не видел Так вот Может быть кого-то прикалывает Просто валяться на диване там И просто издалека играть на огромном телевизоре Мне тоже прикалывает на самом деле это делать Но в данной ситуации конкретный Крокодил Твою мать, это крокодил Нихера себе крокодил Я тебе отвечаю, крокодил А-а-а, бля, второй крокодил Иди нахер Беги быстрее Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ этот, как его называют, Ещерариум. Блин. Вот это да. А вот это хорошо. Вот это, ох, от этого опять крокодил. Вот это мы еще... Это, кстати, новый остров. И на нем водятся крокодила. Окей. Новая модель рук выжившего. Также обновлена текстура. Имеется небольшой косяк. Шов на большом пальце. Шов на большом пальце. Покажи мне руки свои, пожалуйста. Так, как ему руки-то посмотреть? Давайте я возьму что-нибудь другое в руки. Или, например, просто сниму топор. Нет, давай ракетницу возьму. Топор. Ой, что-то не показывает руки. Ну, он вначале показывал, короче, их в крови в самолете, но они, по-моему, как были, так и остались. Это новый остров? Если кто-то еще не понял. Я, по крайней мере, надеюсь на это. На то, что это действительно новый остров. Новая модель рюкзака в инвентаре. Серьезно? Да, смотри-ка, он стал более таким каким-то закругленным, некрасивым. Тут был рюкзак с гораздо лучше. Этот рюкзак больше похож на какой-то портфель школьный, а тот рюкзак был реально походным. Это не зря, конечно, им надо вернуть тот старый рюкзак, потому что он больше реально походит на тот, с которым люди входят в походы, на которых с которым люди путешествуют. Там много карманов, много отсеков, много чего можно куда положить. А здесь реально, ну чё это? Сменка и учебник по математике. Больше сюда, в принципе, ни хера не положишь. Ну, он мобильник и зарядник по краям. Какой-то херовый чемоданчик-то. Добавлена система разрушения фундамента. Фундамент выдерживает определенное количество урона, затем разрушается. Разрушается. Добавить показатель или шкалу здоровья фундамента вы не догадались, товарищи разработчики? Потому что откуда я знаю, сколько ударов имеется в виду под определенным количеством? Я помню, когда играли в Rust, там, чтобы сломать дверь, надо было сидеть двое суток и нажимать на мышку. Если здесь фундамент будет разрушаться с такой же скоростью, то нахер он вообще нужен? Проще, мне кажется, новый построить. Да-да, даже не кажется, это стопроцентная информация. Нахер нужен новый фундамент, если его ломать надо неделю? Дальше. Уничтожение построек. Постройки теперь возможно разрушать. Небольшие постройки легко сломать, а для разрушения крупных построек придется нанести определенное количество урона. Опять-таки говорим загадками. Определ... Блин, кабан. Определенное количество урона. Так, ну кабаны нас тоже атакуют, насколько я помню. Но, по-моему, они атакуют так, чисто как комары. Здесь уже снег, что ли, какой? Смотри-ка, вон... О, он от меня побежал. Смотри-ка, действительно снег. Красные растения в снегу. Это вообще как-то странно. Кабанчики он резвял. Я тебе сейчас подбегу, слышь? Иди отсюда. О, руки! Это вот с херчу рассмотришь. Это реально снег. Красота. А вон туда можно забраться, интересно? Так, туда тоже надо сходить. Ну да, я так и правильно говорил, этот самый остров и есть, на который мы раньше, в принципе, не могли попасть. Ну я огонь, чувак. Только почему растения все красные? Я этого немножечко не понимаю. Я вообще, в принципе, не знаю красных растений, кроме клёна, который осенью начинает увядать. Это я не понимаю, что за херня. Может, какая-то красная трава из Resident Evil? Там тоже такая же растёт, например, почему нет. Взрыв построек. Небольшие постройки легко уничтожить с помощью бомбы. При этом части постройки разлетаются на... Разлетаются. Но более крупные будут разрушаться постепенно. Опять-таки, непонятно, сколько на всё это требуется. Ремонт построек. Требуется одна единица древесной смолы для ремонта построек. Тестовая версия данной системы, мы её сбалансируем. Ну, кто бы сомневался, что вы выпускаете несбалансированную систему. Будем ждать, пока они её сбалансируют. Это, я так понимаю, будет на протяжении 18 обновлений происходить эта балансировка. Ну и ладно. Аборигены теперь при нападении на выжившего будут пытаться разрушить постройки. Смысл? Объясните мне смысл, если на тебя летит толпа аборигенов и начинает разрушать твой дом. Зачем? Или это имеется в виду, когда выживший сидит в своей постройке? Здорово, Бэмби. А аборигены пытаются сломать ему дверь, чтобы забраться и проломить ему голову. Если это так, то это просто замечательно. Если же они просто будут нападать на настройки, а выживший будет сидеть и говорит, ну, ребят, ну, хорош, ну, вы чё, ну, ёпта, я строил, строил, а вы-то, ну, хорош, ну, вы чё, какие беспредельщики-то? Ещё при этом их бить на паром, и они в ответку не будут отвечать. Это косяк. Аудио. После... А, тьфу, аудио. Более 200 новых звуков для мутантов и аборигенов. 200! Нахера? Зачем нужны 200 лишних звуков для аборигенов? Это что, я не знаю? Звук отстригания ногтя. Ну, пёрнуть-бузнуть, это само собой. Рыгание. Скрип ноги, перелом пальца, просто цвист, ещё что-нибудь. 200 звуков. Человек-то, мне кажется, столько звуков, в принципе, воспроизвести не может. Нахера аборигенам столько звуков-то? В твою ж... А-ха-ха. Баланс звуков шагов животных и окружающей среды. Фу, я ж думал... Ха-ха-ха. Дом! Из скалы. Я думал, анаконда какая-то висит. У меня уже после крокодила, в принципе, ничего не удивит. Добавит анаконду. Я вообще, наверное, с ума сойду. Выживший больше не может прыгать, забираясь на крутые поверхности. Эти всякие, чё там? Холмы и горы. Да ладно, мы чё тут скайримчик-то меня поотрубали. А как же я буду забираться в конце-то концов? Если у выжившего есть топор альпиниста, то можно взбираться по отвесным... А-а-а. Можно взбираться по отвесным скалам. Спасибо. А то они одну возможность отрубили и тут же, смотри, вторую добавили. Топор альпиниста, я напомню, можно найти где-то в пещерах. Так, я туда смогу залезть? А-а-а. Прыгаешь? Ну-ка. Ты смотри-ка, сука. Смог. А, типа, это уточнение к прошлому пункту, что ранее можно было забираться только в определённых зонах, теперь можно забираться в любых. То есть вот здесь, например, я с помощью топора альпиниста смогу без проблем забраться. Замечательно. А вот этот вот навес из очень тонкой каменной породы, он ещё круче, чем возможность взбираться по скалам, по отвесным. Обновлён плод, добавлено весло. Для использования нажмите Е, ЛКМ грести вперёд, АД повороты. Проверим. Замечательно. Исправлены рывки камеры при... Сука. О! Вот! Вот эту херню они в каком-то обновлении добавляли, но мы почему-то эту херню так и не посмотрели. Здорово, голожопые! Как они меня тащат, мне интересно. Силой мысли? Два человека объединились в свои мысленные потоки и тащат меня куда-то. Тащат, сука. Тащат и тащат. Ну теперь давайте я ещё буду выбираться из пещеры. Ну вы издеваетесь, что ли, надо мной? Где шов-то на пальце? Конечно, тут нихера не видно. Я отсюда теперь не выберусь, наверное, неделю. Ну ладно, я так понимаю, у нас ещё долго это обновление будет смотреться, поэтому просто пойдём вперёд. Может, что-нибудь найдём. Опа, рисунок сюжетный. Ух ты, карта, мать твою! Ну-ка! Стой, покажи мне её! Я встану. Плод легче толкать по себе. Замечательно. Исправлены рыбки камеры при выходе из режима управления санями для брёвен и карабканье по верёдке. Что-то я и не замечал таких рыбков-то. Опа, и что такое? Не, мне вниз не надо, мне вверх наоборот. Я хочу выбраться из пещеры, вы издеваетесь, что ли? Они предлагают почему-то вниз спускаться. Я не хочу вниз. Мы в этой норе сейчас с вами подохнем, наверное. Здесь какой-то другой проход. Здесь, конечно же. Мне нужен выход наверх. Я вообще читаю обновление. Нахер я провалился, я не понял. Они замечательные добавили. Ну вот он, отлично, выход, поехали. Замечательный, но остров был добавлен. Просто с дырками в текстурах. И вниз. И до свидания. Давай, вылази, я продолжу. Да, действительно, мы вылазим на поверхность. Отлично. Это мы по центру старого острова пока окажемся. Да, это оно и есть. Так, а теперь давай-ка подумаем, как у нас с тобой забраться обратно туда, откуда мы, собственно, упали. Это, скорее всего, будет так. Вот здесь что, сожрать, попить. На, жрани. На, попей. На, полечись. Замечательно. Сейчас я сориентируюсь, подожди-ка. По-моему, где-то вон там. Ладно, пока пойдем туда. Очень долгое обновление сегодня будем зачитывать. Прямо очень долго, мне кажется. Выживший больше не может залезть на веревку при использовании саней. Что за наркоман вообще-то додумался при использовании саней лазить по веревкам? Мне непонятно. Недостроенные процессуальные здания теперь отображаются корректно. Это, если кто-то не понял, то соединенные между собой, скорее всего, имеется в виду, но еще недостроенные теперь будут нормально показываться. Это хорошо. Это надо было править было вообще в первую очередь. Если горшок, скупка, кастрюля, заполнен водой, то его можно употреблять из инвентаря, как с бурдюком. Ну, окей, что? Нихера. Какие-то камни там были добавлены. Или что это такое, мне кажется? Это какие-то камни вон по селедке торчат. Так, да, мы с вами правильно идем, пойдемте в ту сторону, выйдем на новый остров. Некоторые топоры лучше рубят дерево. Подсказка. Чем современнее топор, тем лучше. Ёпта. Это надо где-то досмотреть год выпуска топора, что ли, или что? В чем смысл современного топора? Это топор тоже ни хера не старый. Это обычный железный топор. Они бы сказали, например, что топор сделан из камня и палки, теперь деревья рубят хуже. Это было бы куда понятие, чем современный топор. Тут все топоры современные, кроме самодельного. Херня какая-то. Теперь сон длится до рассвета, если вас не разбудят враги. Сука. Вообще-то в реальной жизни всегда так, если тебя не разбудят враги, к которым относятся будильник, другие люди, звонок в дверь, какая-то проезжающая громко сигналищая за окном машина, ядерный взрыв, землетрясение. Это же все твои враги. Естественно, ты будешь спать даже не до обеда, а не до рассвета, если тебя не разбудят враги. Ворост опять-таки приближается к реальной жизни. Исправленная ошибка. Декоративный череп невозможно было установить. Но этим мы вообще в принципе не занимались. Это было добавлено, сколько я помню, в прошлом обновлении. Но мы не пробовали эту херню. Ну, исправили, исправили. Значит, теперь в принципе можно на это посмотреть и это сделать. Бомбы теперь можно прикреплять к стенам, деревьям, ловушкам. По-моему, возможность прикрепления бомб к деревьям от логим поверхностью... Эх, сука! За мной братан твой старший гонялся, я тебя отомщу. Бомбы можно было прикреплять еще хер пойми в каком обновлении, потому что они добавляли ту возможность и, возможно, несение на бомбу древесной смолы, как бы с помощью которой она должна была иметь возможность клеиться. Но, как мы помним, она тупо летела вперед и ничему нахер не клеилась. Надо как-то спуститься отсюда. Различные исправления в отображении недостроенных фундаментов и процедурно генерируемых постройках. В основном фикс-багов, небольшие изменения в отображении. Это, опять-таки, начинается одно и то же, только разными словами. Так сказать, мы прибавим вам тексту, из которого смысла вы больше не получите. При выходе из режима дайвинга предмет, который находился в основной руке, автоматически появится у выжившего в руках. А, типа, мы вылазим из воды и снимаем с себя этот гермошлем, там, или хреноклав... акваланг, назовем его так, и выживший, если у него был в руках топор, например, под водой, опускает его в инвентарь, снимает свой скафандр и берет назад свой топор. Логично, меньше действия, меньше проблем. Изменены визуальные эффекты при получении урона от повреждения. Урон от повреждения мы с вами наблюдали не более чем 5 минут назад, потому что мы упали с вами в дырку в текстурах и... какая-то кровь на экране появилась, его немного перекосило. Не знаю, чем это отличается от старых эффектов, но да ладно. Для простройки плота нужно еще 4 веревки, плюс все ресурсы, требуемые ранее. Ну, просто прям, ну вообще, ну зачем, ну для кого? Пловки веревки, я, конечно, понимаю, что это нужно было, само собой, потому что изначально вообще для простройки плота требовались веревки, но строился он без них. Теперь они добавили и возможность прикреплять веревки и проблем для игрока, который теперь веревки должен искать. Так, мы не сюда пошли, нам надо развернуться, а то мы здесь по горам не зайдем. Из тряпок можно сделать веревку? Серьезно? Я так понимаю, из тряпок 5, наверное. Ну ладно. Вот, вот это хорошо, потому что веревки не так часто встречаются. Веревки не так много где висят, а возможность, а тряпок валяется просто херово гора, и возможность крафтить из тряпок веревку, это замечательно. Искусственный интеллект. Удалена задержка населения острова врагами. Днем аборигены будут спать в поселениях у входа в пещеры, в то время как некоторые из них будут активны, но ночью все мутанты активны. На рассвете некоторые уходят в деревни, пещеры, часть остается активной. Не, ну логично, как бы, ночью аборигены выходят на охоту, например, ловить какую-то дичь, дичь, которую втирают живность и прочую херобору. Утром они, уставшие за ночь и сголодавшиеся, идут спать, а половина из них остается, так сказать, на дневную смену и продолжает искать продукты. Все нормально, это, так сказать, практически конвейерное производство еды. Животные более не будут забегать под воду, уже точно, прям, уже точно, прям, сто процентов они не будут сбегать в воду, но они будут выбегать из пещер, забегать в камни и прочую хероту, в которую они, в принципе, забегать не должны. Если кто-то не верит, перемотай назад перед тем, как я упал, там только что из скалы выбежал олень, я не знаю, каким-то образом там материализовался, но он оттуда появился. После того, как выживший срубил дерево, бревна не будут так быстро и далеко скатываться. Спасибо. Вот за это отдельное спасибо, потому что раньше, когда ты рубишь бревно, точнее, дерево, оно падало, бревна разлетались нахер, правда, это поправили, немного, немного, погодя, недавно это поправили, но все-таки бревна вот по практически ровной поверхности щемали там, я не знаю, со скоростью болида, это в принципе нелогично, и так они катиться не должны. Бревна это тяжелая субстанция, которая не может развивать быстро, которая не может, как, я не знаю, как ламборжини с места сотку рвать. Это молодцы. Скорость движения выжившего в положении сидя откорректирована. Ну-ка, смотри-ка, засекаем. Давай вот, вот от этого камня засекем вот от того дерева. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь секунд. Назад. Садимся. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять секунд. Ладно. На картах он движется на две секунды медли. Это неправильно. Да. Это какая-то спортивная ходьба на картах, но он должен в два раза меньше, наверное, двигаться, как-нибудь. Попробуй сейчас просто от костей до стены пройдись на ногах, а потом попробуй все это сделать на картах. Я думаю, ты до конца-то никак не доползешь, потому что это тяжело, во-первых. А во-вторых, ну не может это так быстро происходить. Ну и хер с ним. В пещере номер четыре, а у нас появилась пещера номер четыре, если кто-то не понял, они теперь циферны стали, изменено место пробуждения, так что выжившего сразу не убьет мутант. Ага, ну как. Корни мертвого дерева уменьшены на 30%, и доработаны так, чтобы игрок мог перейти через них, не застревая. Тоже хорошо. Я тут упаду? Нет? Да не должен. Корни мертвого дерева. А мертвое дерево, наверное, то, где мы сейчас недавно ходили, такое здоровое вообще деревище, да в котором мы, в принципе, ни разу и раньше не застревали. Но, видать, он застревал. Ладно. Исправлена ошибка. Кусок мяса отображался на иконке, как палка. Что? На какой иконке? Здесь, по-моему, кусок мяса всегда отображался, как кусок мяса. Максимум была проблема в том, что они накладывались друг на друга и мешали друг друга взять. Ну, то, что кусок мяса отбралось, как палка. А может, это ливерная... Ой, как ее? Копченая колбаса, я не знаю. С салями. Она тоже похожа на палку. Ее хер отличишь. Почему нет? Может, он сразу, когда убивает животного, делает из нее колбасу. Но это надо будет проработать потщательнее, этот вопрос. Исправлена ошибка. Выживший смотрел в неправильном направлении после авиакатастрофы. Как понять? В неправильном направлении. То есть, когда человек терпит авиакатастрофу, он обязательно должен смотреть на то место, где выход из самолета. Что это за закон физики? Это же не кошка, которая падает все время на лапы. Это человек, в конце концов. Он не привязан к определенному месту для того, чтобы на него смотреть. Это бред, по-моему, какой-то. Может быть, просто не это имеется в виду, но по переводу так. Исправлена ошибка. Животные убегали очень быстро. А как им еще-то убегать? Как человек, что ли, на картах? А не на то и животные, на то, чтобы бегать очень быстро. Они должны как-то свою жопу защищать. И где-то бег, это одно из их преимуществ по сравнению с человеком. Как понять, очень быстро. Они что, должны пешком ходить, что ли, и кричать? А, человек, я от тебя убегаю! Но ты меня не убивай, потому что я так медно бегаю. Это бред вообще полнейший прям. А увеличена скорость бега олень. Попробуй соедините пункты вместе. Увеличена скорость бега оленя. Ладно, херстим. Новый куст ежевика. Не, ежевика красной не бывает. Да? Ежевика же не бывает красной. Красной бывает только мое лицо, когда в чем светит солнце из окна. Я не знаю. Но это не ежевика. Это ежевика. Это ягода вообще какая-то. На ней ничего не растет. Так что это не ежевика. Добавлено несколько маршрутных точек для мутантов, не аборигенов. Теперь некоторые из мутантов будут бродить по пещере, а некоторые спать. Давно пора, между прочим, было это сделать. Потому что мутанты, что они, дебилы, что ли, какие-то? Они должны, в принципе, как-то своей территорией охранять, бороздить как-то между ними, там, смотреть, помечать, ссать там на углы, чтобы никто не приходил. Удален штраф к скорости атаки, когда у улежавшего в левую руку находится зажигалка. Что, серьезно? А почему? Вообще-то, если топор, например, тяжелый, и его можно брать с успехом, атаковать только двумя руками, то почему при наличии зажигалки в левой руке и брании топора этого тяжелого одной рукой скорость махания не должна уменьшаться? По-моему, это как-то нелогично. У тебя уходит больше времени на замах, больше сил на замах, и ты, в принципе, должен медленнее махать. Может, это я что-то не понимаю, но, по-моему, должно быть так. Теперь... А, это временное решение, типа, работают они. Теперь кресло самолета легче сдвинуть с места, и они не прилипают к земле. Нахера двигать кресло самолета-то зачем? А не ожидал, если кресло самолета валяются на земле, то они должны быть, сука, вкопаны наполовину, потому что они выпадали из самолета, они летели, они острыми своими концами впивались в землю. Это что за сраный плуг-то, я не понимаю, из кресла от самолета? Ты тут землю пахать собрался, что ли? Они в следующем, в следующем обновлении картошку решили добавить, чтобы креслом, короче, вместо плуга вскопал, взрыхлил землю и посадил картошку. Нормально. Так. Снижен эффект скатывания с горы. Теперь выживший не будет так быстро скатываться с наклонных поверхностей, но он будет очень сильно отлично. Это я от себя добавил, если что, это они, разработчики, написали нам. Улучшен курсор мыши в книге для выживания. Чего? А что в нем было не так, мне интересно? Так, что-то у меня тут с голоду дохнет. А сейчас сожрать-то и нечего. Херст. Опа, что это такое? А, это карта? Нормально. По-моему, ему холодно, потому что у него немного... А, это что за живность такая? Суслик. Суслик, енот, смотри, все... Да-да. Ну, я приходил, мне что-то скалдико. Подожди, сейчас приду. Без проблем. По-моему, еноты и суслики не должны обитать в снегу. Ну, это ладно. Это ареал обитания животных очень сложная тема, наверное, для прорабатывания, поэтому они бегают там, где хотят, и даже черепахи, которые, в принципе, не должны обитать посреди травы, там обитают. ССАУ улучшено, отключаем полностью, версия 0.18 работает некорректно. Окей. ССАУ. Исправлена ошибка, текстуры луны отсутствовали. Текстуры луны отсутствовали? Да вы что, никогда такого не было. Текстуры луны были всегда, луна всегда была, луна светила ярче, чем солнце, и это было стопроцентно вообще, ни разу я такого не успел, чтобы пропадала луна. Пропадали текстуры вон там, уже сейчас. Пропадали текстуры острова, каких-то деревьев, еще чего-то, но уж текстуры луны никогда в жизни не пропадали. Проработано освещение облаков. Типа от них будет падать тень, или чего? Это да, это надо, потому что облака не могут, сквозь облака не может свет просто так проходить свободно и светить на землю. Деревья теперь падают в направлении последнего удара топором. Это как? Это типа, если ты вот стоять дерево, лупишь его в эту сторону, рубишь, бьешь сюда, и они падают вот сюда. По-моему, как ты рубишь, дерево у нас складывается и падает куда-то сюда. Ну, не знаю, я не потомственный лесоруб, поэтому не могу об этом точно разговаривать. Деревья больше не появятся в самолете после катсцены с авиакатастрофой. А, это хорошо. А то у нас постоянно деревья просто прорастали сквозь самолет, если что. Теперь такого быть не может. Это замечательно. То есть теперь координаты падения самолета вообще полностью чистят деревьев, чтобы они туда не прорастали. Скорее всего, это реализовано именно так, и это замечательно. Так. Графические настройки применяются сразу после выхода из паузы, а не после перезапуска игры. Нормально, нормально, нормально. Это вообще замечательно, мне кажется. Это прям красиво, потому что это новый век, так оно и должно быть. Потому что, например, если у кого-то слабый компьютер, он заходит в форест и начинает менять настройки игры, при этом он понимает, что игра на таких настройках не тянет, ему приходилось каждый раз убавлять настройки, перезаходить в игру, смотреть, а вдруг опять тормозит, опять что-то убавлять. Это, кстати, замечательно. Это вообще полезная штука для тех, у кого слабые компьютеры. А, улучшенное, упавшее дерево наносит урон, в том числе и зданиям. О, вот этого давно вообще не хватало. Деревья раньше падали на игрока, ни хера с ним не происходило. Ха-ха, это хорошо, это молодцы, это прям рад я. Это прям вообще красиво. А то ни хера себе на тебя падает такая громина, ты стоишь, а-а-а, как будто оно из поролона. Экспериментальные стены теперь разделяются на отдельные постройки. Каждый участок можно достроить, ударить, добавить окно или дверь. Классно, это хорошо. Что за красная река? Мне кажется, он немного замерз, но он что-то вообще по воде плавает. Здесь, в принципе же, кругом снег, здесь должно быть холодно, здесь минусовая температура. А он плавает, ему насрать. Мне, в принципе, тоже насрать, если он не помрет посреди записи. А, дальше. Стелс работает с любым видом топоров, камней, палок, в том числе копье. Стелс начал работать опять-таки. Я сколько раз не пытался, он никогда не срабатывал. Ребризер больше не одевается автоматически на выжившего, освещение работает только под водой. Огонь! Вот это хорошо, потому что Ребризер, это опять-таки этот акваланг, который я недавно говорил, но когда его убрали, он постоянно сразу одевался, и мы ходили своим по берегу как дебилы. Это надо было заходить в инвентарь, его саморучно, вручную снимать. Теперь это не происходит автоматом, это хорошо. Исправленная ошибка, при уничтожении мутантов бомбой они разлетались на фиолетовые куски. А почему нет? Может, бомба какая-то ядерная там, и во время того, как мутан взрывается, он еще обжигается химическим ожогом и становится фиолетовым. Походу, нет, они должны разлетаться на красные кровавые куски. Улучшена система обновления растительности возле выжившего, нагрузка на процессор снижена. Да? Может быть, из-за этого фпс у меня прыгает с 40 до 80. Не знаю. Он суслик подтвердил, говорит, да, из-за этого. Исправленная ошибка, руки выжившего при карабкании по веревке иногда отображались неправильно, извивались в воздухе. Ну, мы сейчас с вами ползли, поэтому было все нормально. Так, пора уже доставать жигу. Пошли. По снегу бородить, сука, саду с зажигалкой. Исправленная ошибка, в некоторых случаях анимация смерти игрока не проигрывалась. Это имеется в виду, наверное, когда тебя тащат аборигены. Или когда ты вот эту вот херню быстренько изобразил. А, в принципе, нормально. Сейчас проиграла, поэтому допустим, что они ее исправили. Новая постройка процедурно-генерируемой лестницы. Это процедурно-генерируемое уже слово, оно меня достало. Надо называть их именно так. Нашли бы какое-нибудь нормальное слово, которое понимает каждый обычный пользователь. Что это процедурно-генерируемое? Нахер вообще это было указывать? Новое освещение деревьев с расчетом дистанции улучшает визуальное качество. Сейчас, в принципе, в теме это особо не посмотришь. Когда мы ходили с вами по новому острову днем, можно было все это прекрасно рассмотреть, наверное, каждому. И каждый, скорее всего, для себя это заметил. Как и снег блестит? А луны нет. Луна куда-то пропала. Так. Недостроенные постройки можно разрушать и получить часть ресурсов. Нормально. Хорошо. Вообще, в принципе, начал строить, надоело, не нужно стало. Быстренько сломал и получил какую-то часть ресурсов. Ну, само собой, когда ты что-то ломаешь, у тебя половина ресурсов приходит в негодность, поэтому, возвращая часть ресурсов, это будет довольно-таки правдоподобно. Потому что, если ты будешь получать с разрушенностью все ресурсы, это будет какой-то бред. Новое агрессивное животное. Ну, вы поняли. В новый лагерь. Не поняли. Не видели. Исправлена ошибка на некоторых объектах черные лестницы, если ССАУ отключен. Чё? А, черные лестницы, в смысле, они чернели. Я думал, черные лестницы что-то отдельные. Новые лестницы были, если ССАУ отключен. Теперь они не будут черными, даже если ССАУ отключен. Замечательно. Новая динамическая система ветра. Интенсивность ветра изменит звук шелеста, силу колебания листвы в настоящее время только для одного типа деревьев. Ну, хотя бы для одного. Исправлено мерцание пользовательских постройок при переходе из недостроенной постройки в готовую. Я такого не видал. Добавлена музыка в кат-сцену, когда выжившего оттаскивают в пещеру. О, луна. Да, там была какая-то музыка, меня тащили, я помню, да, всё это было замечательно. На попей. Ты что-то слишком сильно стал посажен терять. Конечно, понимаешь, тебе холодно, но как это зависит, как обезвоживание зависит от того, что ему холодно. Чё-то непонятно. Удалён пугающий звук при обнаружении выжившего. Почему? Это хорош, вы так не надо сделать. Это теперь я спокойно буду куда-то идти по аустрову, ни о чём не думать, ничего не подозревать, а сзади мне прилетит удар камнем или топором там, я не знаю, от аборигена. Теперь мы, в принципе, даже не предупреждены, не предупреждены о том, что нас спалили. Это херовенько. Исправлена ошибка мерцания теней. Почему? Вот сейчас тень пропала при молнии. Вообще-то молния сильнее освещает всю эту херню, и тень, наоборот, должна была появиться. Но она улучшена, ладно. Кабина самолёта вновь добавлена в игру. Это мы знаем, это мы видели, это мы встречали. Добавлены две новые пещеры. Сука. Опять 700 пещер, опять сиди, их обследуй, рассматривай, не пойми, где в них вход. Металлическую дверь в пещере теперь можно открыть, возместив достаточно предметов. Ну, замечательно. Костры и факелы теперь горят в зависимости от износа. Все данные сохраняются правильно. Это нормально, просто раньше, когда мы наматывали на него 500 тряпок, он горел столько же времени, если на него намотать одну тряпку. Никакой разницы в этом не было. Теперь, по ходу дела, это будет как-то зависеть от чего-то. Улучшена система рендеринга на низких и высоких настройках. Невозможно, поэтому ФПС прыгает на сороковину сверху вниз. Урон от падения с высоты увеличен. Плавали, знаем. Новая постройка сборник древесной смолы. То есть, ее повесить на дерево, у тебя будет автоматом собираться смола. Неплохо, неплохо. О, мы, кстати, выжили. Вышли со снежной области. Пойдем куда-нибудь погреться. О, новые постройки аборигенов. Наверное, они имелись в виду. Дальше. Исправлена ошибка при поднятии шкуры енота в инвентаре появлялась шкура ящерицы. Исправлены многочисленные баги с санями для бревен. Разработчики не указали, что именно. А зачем? Зачем указывать? Потому что вдруг они исправили этот баг, а он до сих пор работает. Поэтому они не стали уточнить, какие именно. Скажут, а вот у вас баг с санями есть. А мы его не исправляли? Мы же вам ничего не говорили? Мы же вам ничего не указывали. Урон от бомб увеличен. Давно пора. Исправлены различные баги с ловушками. Разработчики не указали, что именно. Опять-таки. Оптимизация CPU и GPU. Разработчики не указали, что именно. Опять-таки. И дальше. Мы сейчас дойдем до этих достроек. Я быстренько дочитаю то, что было исправлено в кооперативе. На этом обновление заканчивается. Ну так у нас сегодня. Ни хера. Чего 40 минут вышло. Объемное. Очень объемное обновление. Да хватит уже урчать. Пуна попей. Последнюю баночку тебе. Вот так вот с видом на эти постройки мы, собственно, будем смотреть на них. Пока непонятно, что это вообще за херня. Но это новые постройки. Итак, быстренько читаем кооператив. Исправлено использование мест для хранения предметов, палок, бревен и так далее. Сигнальный пистолет работает корректно. Выжившие теперь не застревают на веревке в процессе закарабкания. Синхронизация вспышек от коктейлей молотова. Исправление в количестве нанесенного урона луком. Добавлена поддержка процессуальных построек. Добавлены мосты. Исправлен дюб бревен. Плот работает корректно. Исправлены все баги с использованием саней для бревен. Исправлена ошибка, когда мутанты не появлялись в пещерах, если рядом не было хоста. Броня теперь отображается на выживших при синхронизации пожаров. А, фу, броня теперь отображается на выживших при синхронизации пожаров между выжившими. Исправлена ошибка. Выжившие получали урон вместо другого клиента. Забил одного. Помирает другой. Огонь. Стрела теперь наносит урон и другим выжившим. Ну, окей. Такое вот, собственно, обновление. Там еще есть особенность обновления 0.18b, но здесь, опять-таки, по каким-то багам, по ходу дел, которые были в 0.18, я не буду их читать. Тут их пару строчек от них. Хотя, в принципе, все пользовательские настройки доступны. Это в кооперативе. Исправлена ошибка, когда крокодилы отображались, как другие животные у клиентов. Это кооператив. Дальше. Улучшено время до выхода мутантов из пещер. Теперь мутанты выйдут только ночью. Улучшена симуляция жизни врагов. Улучшено расположение триггеров для питьевых зон. Исправление рендеринга на низких настройках. Исправлена ошибка, когда все постройки фундамента невозможно было загрузить ранее сохраненную игру. А, когда при постройке фундамента нельзя было загрузить ранее сохраненную игру. Исправленное использование старых моделей самолета из Италии, если вы загружали сохранение с ранней версии. Совместимость с мерцем сохранениями. Как давно мы этого ждали, а то они постоянно советуют новую игру начинать. Здесь, кстати, в этом обновлении не советуют начинать новую игру. Ну, как бы, не то, что не советуют, здесь нет такого пункта, что желательно начать новую игру в избежании каких-нибудь проблем. Такое вот, собственно, обновление. 0.18 очень огромное, очень большое, очень всего много добавлено. Вон, мутанты бегают там впереди, вон, пауки. Я думаю, серии 3, как минимум, на это все уйдет. Но я пока не знаю, как будет каждый день выходить, или вместо пока что чего-нибудь. Посмотрим на это. Короче говоря, ссылка на плейс с остальным форестом в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи в более подробном изучении данного огромного, просто преогромнейшего обновления. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok